Ежегодно в нашей 474 школе проходит акция помощи приютам для животных. Этот год не исключение. Особенность лишь в том, что в этот раз с инициативой выступили самые маленькие волонтеры – ученики 1-го А-класса. Предлагаем заглянуть в их кабинет, где проходят сбору помощи брошенным животным и пообщаться с их учителем Мининой и Еленой Анатольевной. Ведь каждый знает, что детей в первую очередь вдохновляет учитель. Да, кстати, за оно и мы отнесем вкусняшки и разные полезности для приюта. Елена Анатольевна, вам раньше приходилось организовать подобные мероприятия? Ну вот именно такая акция – нет, это мы делаем с классом впервые. А участвовать в таких подобных акциях мы участвуем все время. А работать с волонтерами сложно это или достаточно просто? Ну, как для нас, я думаю, что это все-таки достаточно просто, потому что мы делаем одно общее дело и никаких трудностей оно не вызывает. Эти ребята – юные волонтеры отряда «Очень добрые дети». Они еще так малы, что не могут зарегистрироваться на сайте добро.ру и получать волонтерские часы. Ребята делают добро по зову своих сердец. Почему ты решил принять участие в акции «Мокрый нос»? Потому что животные убегают из дома и им нечего есть. Животные голодают и им становится тяжело. Мне очень жалко животных, я их очень люблю, я не могу смотреть, когда они остаются в стороне и гибнут. Мне очень жалко собачек, они очень голодные и они могут помирить с голоду. Доволен ли вы тем, как откликнулись дети и родители? Да, в принципе, я очень довольна, как поработали дети и родители. Но очень печально, что не все учащиеся школы приняли участие в такой акции. Очень активными были дети первых, вторых, третьих, пятых, седьмых и немножко восьмого класса. Но есть, к сожалению, такие, кто совершенно никак не принял в этом участие. А для чего, по вашему мнению, необходимо организовать такие акции в школах? Ну, во-первых, для того, чтобы как можно больше людей узнало о таких акциях, это самое первое. Ну, во-вторых, это наше сострадание, милосердие. Ну и, наверное, для того, чтобы и все-таки государство как-то какую-то заботу и активность тоже проявило по отношению к бездомным животным. Спасибо за ответ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!